Сегодня мы поможем вам составить ваш летний гардероб и украсим его нюансами. Давайте начнем с уже известного лота, но, Оля, сразу скажу, заинтригуюсь, что у нас появились новые цвета. Так, давай по порядку, потому что столько цветов, Надя, когда в магазин приходишь, ну, два-три цвета, как правило, наблюдается. Здесь такое изобилие, все они необыкновенно красивые. Вот как называется первый цвет? Это лазурный цвет. Посмотрите, сразу мы видим богатство жаккардовой ткани и эту необычную расцветку. Итак, лазурные брюки, парижель, Даня, далее бирюзовые брюки, вот они следующие номером два идут, смотри. Этот цвет мне нравится очень, необычный. Да, нравится. Пойдет тебе под глаза, Оля. Дальше синий, васильковый, яркий, сочный цвет. Далее смотрим, вот это малинка. Да, это, конечно, кто любит малину? Да, продолжаем. Далее, желтый цвет, жизнерадостный, жизнеутверждающий цвет. Слушай, также у нас есть белый цвет, об этом цвете мы с тобой, пожалуйста, поговорим поподробнее, потому что меня интересует, не будет ли он палминец. А посмотрим, поговорим, обязательно все обсудим. Белые брюки должны быть у каждой женщины. Далее мы видим цвет бежево-шампань, то есть цвет шампанского. Пудровый цвет, ах, такой приятный звук, пудровый цвет, цвет пудры. Ну и вот, наконец-то, кстати, эти цвета у нас какое-то время отсутствовали, пудровый шампань. А теперь встречайте новая расцветка. Малахит. Брюки называются парижель, 10 цветов на выбор. Мы с Надюшей уже за кулисей перемерили все цвета. Знаете, я для себя выбрала клубничку. Ну, я и не сомневаюсь, Оля, что клубничка тебе подошла. Особенно, смотри, как она идеально сочетается с яркой блузой и яркими губами. Блуза гвинет плюс брюки парижель клубничного цвета. Это готовый образ на нашей ведущей Оле Гридуновой. Слушай, ну я сразу хочу тебя спросить, как определиться правильно с размером. Потому что я вот перемерила несколько размеров, чтобы он мне подошел. Так, ну, соответственно, давай твои комментарии, поскольку ты сейчас в этих брюках. Например, сейчас по Арине скажу. Вот она носит 46-48. Она взяла больший размер, то есть 48-й. 48-й размер. Так же я взяла. Я сделала то же самое. Я взяла 52-й размер. 50-й размер в районе... Моих ляжек не сошлось. В районе бедер не натянулся на Олю. Поэтому она взяла на размер больше. И вы тоже, друзья, заказывайте на размер больше вашего российского. Либо, если у вас скромный низ, но вы носите сдвоенный размер, берите по большему размеру. Например, 46-48, заказывайте 48. Ну что ж, а у нас размеры, кстати, от 42-го до 60-го. Поэтому легко определиться, легко сделать свой заказ. Делайте и первые заказы на телеканале Шопеншоу. Надя, но такие брюки, я думаю, в магазине, а обнаружить такие брюки очень сложно. Поэтому дистанционно не бойтесь, делайте покупки. Если вдруг не подошел размер, вы с легкостью его поменяете в течение 15 дней. Один размер на другой или вернете свои деньги обратно. Слушай, ты правильно сказала, что в магазине найти такие брюки сложно. Знаешь, почему? Почему? Потому что это редкая ткань. Вообще, сама ткань, жаккард, будет в магазине стоить метр почти 2 тысячи рублей. Но ты представь, что это нужно закупить, это будет уже дороже, это нужно пошить. А то, что это жаккард, я сейчас тебе и нашим телезрителям покажу, продемонстрирую. Смотри, у нас есть лицевая сторона и изнаночная. Сейчас специально вывернула одну брючную. И вы видите, что по методу инверсии, то есть у нас здесь преобладает матовая текстура, а красивая атласная идет по фону. А вот на шиворот, на выворот, наоборот. Атласная структура запечатлена в рисунке. Таким образом, мы понимаем, что это не принт, это действительно вывязанная ткань. Давайте теперь посмотрим на ее свойства. Оля, вот почему таких брюк в магазине нет. Это эластичный жаккард. И здорово, что он сегодня по доступной цене. Жаккардовые брюки. Вообще, насколько я знаю, раньше жаккардовую ткань себе могли позволить только короли и королевы, правильно? Правильно, потому что еще при Наполеоне был создан жаккард. И тому, кто эту ткань разработал, был поставлен памятник. И я тебе скажу, что первый жаккардовый станок, это был прототип, представляешь, компьютеров современных. Он работал на основе перфокарт. То есть для того времени это был прорыв. Поэтому только короли и королевы могли себе такую дорогую ткань позволить. Если вы хотите позволить себе королевскую ткань, почувствуй себя хоть чуть-чуть, знатной персоной, звоните и заказывайте. У нас несколько ярких оттенков для вас. Обратите внимание, целая палитра. Ну, кстати, возле тебя расположена палитра такая более, посмотрите, припудренная, припорошенная, красивая. Каждая женщина может выбрать либо светло-желтый, белый, кремовый, а кто-то захочет яркие. Смотрите, вот если вы выбираете яркие цвета, у нас из синей палитры, какое богатство представлено, и очень красивая красная гамма. Это малинка, малинка. И на Оле клубничка. То есть я думаю, можно выбрать что-то для себя. Выбирайте, понравился вам цвет. Но я сейчас хочу, Наденька, у тебя спросить. Да. Нас смотрят разновозрастные женщины. Согласна. Кому ты, прежде всего, посоветуешь данную вариацию? Может быть, помоложе или, наоборот, для женщин в возрасте как бы нормального будет? Я считаю, что это неправильно идти за возрастом и покупать тетушкинские какие-то наряды. Наша Елена, дама с опытом, и я считаю, что такой акцент в гардеробе выдаст вас женщину стильную и омолодит. То есть мы, выбирая более стильный гардероб, автоматически становимся в глазах окружающих не бабушкой, которая сидит на завалинке, а именно статной и статусной женщиной. Ну что ж, эти брюки не знают возраста, Наденька. И эти брюки у нас представлены в широком размерном ряде от 42-го до 60-го.